Ярость стихии в Бабруйском районе на пожаре погибла 36-летняя женщина. В чем причина трагедии? Предварительно причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления. Покушение с последствиями. Правоохранители предотвратили возможную поножовщину. Лежать! Что грозит ретивому белорусу? Дебет с кредитом. Главбух 8 месяцев обворовывала предприятие. Отпускных и иных выплат. Сколько успела утащить нечестная гражданка? Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города мы уложимся. Ровно в 7 минут засекайте. После боя курантов – бой с алкоголем. Два человека погибли в Бабруйском районе из-за огненной стихии. Спасатели экстренно отправились в деревню Турки, где по улице Клубной полыхал жилой дом. При ликвидации пожара огнеборцы обнаружили тела мужчины и женщины, предположительно 51-летнего хозяина и 33-летней гостьей. Погибшие в тот злополучный день бурно отмечали праздники. Следственной оперативной группой проведен осмотр места происшествия. Опрошены соседи погибшей. Назначено проведение ряда экспертиз. Предварительно причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления. В ходе проверки все обстоятельства трагедии будут установлены Бабруйским межрайонным отделом Следственного комитета. Идентичный случай произошел спустя 7 дней. В Бабруйском районе на пожаре погибла 36-летняя женщина. Тревожный звонок на пульт МЧС поступил вечером 7 января. Полыхал жилой дом в деревне Лоси. По сообщениям соседей, в помещении находились двое – хозяйка и ее сожитель. Последний сумел выбраться из огня и скрыться в неизвестном направлении. При ликвидации пожара спасатели обнаружили тело женщины, погибшая нигде не работала и злоупотребляла алкоголь. Во всех нюансах трагедии будут разбираться следователи. Вовремя среагировали правоохранители оперативно обезоружили невменяемого мужчину с ножом. 64-летняя жительница Кличева обратилась в милицию за помощью. Сожитель угрожал ей убийством. Сотрудники милиции незамедлительно прибыли на место, где обнаружили мужчину, который разгуливал по улице с ножом в руках. На предупреждение он не реагировал. Более того, из уст местного жителя то и дело вылетали угрозы. Спустя некоторое время и несколько попыток утихомирить буйного арестовали с применением оружия. Вы сюда ковы! Снимайте кладу ног! Нос положи! Нос положи! Снимать буду! Порезь! Дом брос! Вторая еще! Держать! Возьми его! Мужчину направили в медучреждение для оказания помощи. Полные карманы главбух без зазрения совести воровала у предприятия. Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями обнаружили факт хищения денег в одной из агропромышленных организаций города Чаусе. Установлено, себе в карман отсыпала главный бухгалтер. 25-летняя местная жительница имела ключ доступа к электронному счету фирмы. С марта по октябрь 2023-го девушка неоднократно брала лишнее, по ее мнению. Необоснованно начисляла на свою личную банковскую карту денежные средства под видом авансов, командировочных, отпускных и иных выплат, общая сумма которых составила более 18 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В семейные разборки Бобруйчанка утратила не по своей воле более 2 тысяч рублей. В милицию обратилась 48-летняя местная жительница. С карты женщины пропала немалая сумма – 2275 рублей. Ранее потерпевшая попросила свою родственницу помочь установить ей интернет-банкинг. Та попыталась, но якобы ничего не вышло. Вместо этого она привязала чужую кредитку к своему телефону и тратила деньги на онлайн-покупки. Оперативники отдела по противодействию киберпреступности УВД Бобруйского госполкома установили, что хищение совершила племянница женщины. Безопасность превыше всего. В Бобруйске проходит профилактическая акция «Берегите детей». Новогодние каникулы подошли к концу, школьники массово вышли на улицы города. Водителям нужно быть на чеку, проявлять максимальную бдительность вблизи учреждений образования, при проезде пешеходных переходов и во дворах. Также не стоит пренебрегать правилами перевозки маленьких пассажиров. При перевозке детей в автомобилях даже на короткие расстояния не забывайте, что пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности и перевозиться в специальных детских удерживающих устройствах, соответствующих весу и росту ребенка. Дети старше 12 лет или выше 150 сантиметров должны пристегиваться ремнем безопасности. В свою очередь, родителям не будет лишним повторить с детьми правила дорожного движения. Напомнить, что ни в коем случае нельзя выбегать на проезжую часть, в том числе на переходах. В темное время суток на одежде должны быть светоотражающие элементы. Это была «Сирена». Ну а больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях. Я Кристина Рианц. Увидимся через неделю. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА